Я приступлю к декорированию. Для этого аквариума приготовлено большое количество растений. Установим колышки в те места, где будут находиться группы растений. Колышки создали тени на корягах. Это поможет определиться с количеством и размерами кустов. Вначале я высажу растения на среднем плане. Для этого я приготовил несколько видов криптокорин. Эти теневыносливые растения будут располагаться вблизи коряг и по краям композиции, где освещение не такое сильное, как в центре. Всего я использую 6 видов криптокорин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Акценты я сделаю при помощи криптокорины Vento. Субтитры создавал DimaTorzok Я оставлю свободное место за корягой. Там я планирую посадить большое количество кустов бликсы разного размера. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Анубиасы. Анубиасы. Они имеют жесткие листья. Надо быть очень осторожными при высадке анубиасов. Большое количество этих растений придаст аквариуму жесткость. Я обычно использую ограниченное число кустов. Расположим их между камнями, в самых затененных участках, под ветками корян. Также на среднем плане впереди криптокорин я высажу низкорослые растения. Субтитры создавал DimaTorzok Всегда тщательно подбирайте растения для оформления среднего плана. Я выбрал Liliopsis. Это самое подходящее растение в нашем случае. Очень важно, чтобы растения среднего плана впоследствии не вырастали слишком высокими. Многие не учитывают этого, и когда трава вырастает, она начинает закрывать перспективы. Если у кого-то есть вопросы, сейчас вы можете задать их. Мистер Амами, сегодня вы высаживаете растения гораздо дольше обычного. Я не просто высаживаю растения. Я рассказываю про все этапы построения деджгадь, поэтому обычно я стараюсь закончить работу как можно быстрее. Теперь мы сольем немного воды. Так будет удобнее оформлять первый план. К тому же эта вода уже очень грязная. Лучше от нее избавиться. Есть еще вопросы? Мистер Амана, для Блицы вы выбрали, на мой взгляд, слишком ограниченное пространство. Что будете делать, когда кусты вырастут? Буду делать хриминг. Но обычно Блица на ограниченном пространстве ведет себя не как другие растения. Она растет медленнее, в этом весь секрет. На передний план я высажу гемиантуз кубы. Вот такими небольшими пустиками, на некотором расстоянии друг от друга. Мистер Амана, я вижу, что коряги касаются стекол аквариона. Я же говорю, что это сложные коряги. Зачем вы выбрали такие? Я закончил с посадки растений на переднем плане. Долейте немного воды в акварион. Но опять же, не набивайте слишком много. Это затруднит высадку растений на заднем плане. Таня Гусепарк. Обратите внимание, как такаши амана высаживает растения. Второй рукой он придерживает ветки чуть выше их середины. Так удобнее работать, и растения меньше повреждаются. Для заднего плана выбрано несколько видов роталы и ротвигии. Краснолистые растения Краснолистые растения сосредоточены в левой части аквариума. Таким образом, у нас получился аквариум с соотношением сторон 3 к 2. Так как для переднего и среднего плана мы использовали большое количество различных видов растений, то и задний план нужно оформить очень разнообразно. Таким образом, я уравновесил зоны и создал перспективу. Когда вы видели аквариум в самом начале, наверное, обратили внимание, что композиция была симметричной. Но после высадки растений баланс сместился в левую сторону. За счет краснолистных растений она оживилась. Еще не забывайте периодически опрыскивать листья, чтобы они не высохли. Осталось только закрепить на корягах папоротник. Это очень удобно делать при помощи проволоки. Примерно через месяц это стандартный срок созревания аквариума. Очень важно не торопиться с запуском рыбы, иначе вы можете нарушить баланс в аквариуме. Мои помощники установят освещение, внешний фильтр и систему СО2. КОНЕЦ Мистер Амана закончил мастер-класс по оформлению аквариума с корягами и живыми растениями. Вы можете поближе подойти к аквариуму и посмотреть на растения. Если вы посмотрите сверху, вы увидите, как мастер сделал аранжировку. Субтитры создавал DimaTorzok